Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов! В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта Алиэкспресс и обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить! Поехали! Складной гараж! Тентовый гараж, представляющий собой сборную конструкцию, имеет длину 5 метров. Ширина его может быть 2,5 или 2,7 метра, а высота 1,7 или 1,8 метра. Удобство гаража в том, что он складной, а это значит, что его можно упаковать в мешок и перевозить прямо в багажнике автомобиля. Сборка гаража не сложнее сборки палатки, и поэтому справиться с этой работой сможет каждый автовладелец. Собрать гараж можно в любом удобном месте – во дворе частного дома или рядом с многоэтажным домом, а в случае какой-либо необходимости можно легко разобрать гараж и собрать его в другом месте. Не вкладывая больших средств в строительство капитального гаража, с этим складным гаражом можно надежно защитить автомобиль от вредного воздействия погодных условий. Суперяркие светодиодные прожекторы в силу своих технических особенностей потребляют очень мало энергии. В этой линейке представлены автомобильные прожекторы мощностью 18, 27 и 48 Вт. При этом последние светят так ярко, что их рекомендуется включать только при отсутствии встречных автомобилей. Хотя эти прожекторы можно использовать не только на автомобилях, но практически на любом транспорте, имеющем напряжение сети 12 Вольт, мотоциклах, квадроциклах и другой внедорожной техники, а также как автономное освещение во время отдыха при наличии аккумулятора. Прожекторы имеют защищенный корпус, благодаря которому дожди не помеха для этого источника света. Эффективные и экономичные прожекторы на 12 Вольт пригодятся в любых жизненных ситуациях, когда нужно сделать мир ярче. Для того, чтобы автомобильный люк не создавал проблемы, есть отличное решение в виде москитной сетки на магнитах. По своему предназначению люк на авто должен создавать комфорт за счет дополнительной вентиляции, но с данной сеткой его функциональность существенно повышается. Во-первых, через сетку в салон не смогут проникнуть кровососущие насекомые, что летом весьма актуально. Во-вторых, сетка существенно снижает проникновение ультрафиолетовых лучей. В-третьих, благодаря ячейстой структуре сетка прекрасно пропускает воздух и препятствует попаданию пуха и различного мусора в салон. Размеры москитной сетки 55 на 95 сантиметров, а легкая установка с помощью магнитов позволит сделать это за считанные секунды. Точно так же в любой момент можно снять сетку при ее ненадобности. Как снять наружный шурус автомобиля? Только не ударами молотка, потому что есть прекрасный инструмент, облегчающий эту работу. Универсальный съемник для наружного шуруса подходит для снятия гранат любых легковых автомобилей благодаря своей продуманной конструкции. Наличие большого числа отверстий, по которым можно перемещать зажимную каретку, позволяют отрегулировать данный ключ под шурус любой марки авто. После подбора длины остается только закрепить каретку на карданном валу, а на резьбовой конец гранаты, продетый в специальное отверстие съемника, накрутить ступичную гайку, вытягивая гранату из кардана. Благодаря этим нехитрым манипуляциям универсальный съемник позволит легко снять гранату шуруса любого легкового автомобиля за считанные секунды. С помощью этого тестера зажигания можно произвести быструю диагностику для выявления сбоя в искрообразовании. Если нет искры в одном из цилиндров, то двигатель будет троить, потеряет свою мощность, создавая повышенную нагрузку на агрегаты, что чревато поломками. Поэтому такую неисправность надо быстро продиагностировать, найти причину для ликвидации неисправности. Чтобы узнать, в каком из цилиндров появилась проблема зажигания, можно воспользоваться этим удобным и простым в использовании тестером. Тестер представляет собой электрический разрядник, контакты которого находятся в прозрачном корпусе, а шнур имеет клеммы для подсоединения к проводам системы зажигания двигателя. Расстояние между контактами зарядника регулируется при помощи винта. С таким тестером можно быстро выявить наличие или отсутствие напряжения на высоковольтных проводах системы зажигания автомобиля. Что делать автолюбителю, если нет подъемника или смотровой ямы? Если нужно заменить масло в двигателе или произвести мелкий ремонт, подлезая под автомобиль, то лучше всего делать это при использовании специальной рампы. Пара рамп-подъемников позволит быстро наехать на них колесами автомобиля, в результате чего под авто появляется достаточное пространство для обслуживания. Рампа по сравнению с домкратом имеет существенные преимущества, так как это намного безопасней. При наличии двух рамп в любой ситуации можно создать относительно комфортные условия для технического обслуживания или мелкого ремонта автомобиля. Краска Хамелеон изменяет свой цвет, переливаясь несколькими оттенками в зависимости от освещения или ракурса. Пигмент для создания такой краски поставляется по 50 граммов, чего достаточно для приготовления огромного количества краски. А все потому, что в краску или лак такой пигмент добавляется лишь от 1 до 2,5% от массы краски. Всего предлагается более 30 оттенков, среди которых нужно выбрать тот, который подходит именно вам. Использовать такой пигмент можно для покраски автомобиля, чтобы получить в итоге переливающийся разными оттенками кузов, в котором будет выделяться доминирующий цвет. Именно поэтому к выбору цвета перед покупкой надо подходить тщательно, чтобы выбрать тот вариант, который максимально подходит к родному цвету автомобиля. Если нужно взять велосипед в автомобильное путешествие, но его невозможно вместить в багажнике, то эту проблему можно решить при помощи транспортных стоек. Эти стойки крепятся на крышу автомобиля при помощи специальных сильных присосок. В результате установки такой стойки можно перевозить велосипед прямо на крыше обычного легкового автомобиля. Перед покупкой необходимо выбрать один из четырех цветов – черный, синий, зеленый или красный, а также количество велосипедов, которые вы собираетесь уместить на крыше. Дело в том, что стойки выпускаются под один, два или три велосипеда. Приобретая такую стойку для крепления велосипедов, можно обеспечить наиболее удобный способ их перевозки. В курортных городах аренда велосипедов – довольно дорогое удовольствие, поэтому, имея свои велосипеды, можно рассчитывать на экономное путешествие. Этот промышленный фен отличается от своих конкурентов уникальной функциональностью и удобством. Во-первых, он имеет ЖК-дисплей, на котором видна температура воздуха, изменяемая при регулировке. Во-вторых, температуру можно поднять до 650 градусов Цельсия. В-третьих, это четыре сменных сопла, которые можно применять в различных условиях. После установки на ноль регулятора температуры фен продолжает работать секунд 20 для охлаждения двигателя, поэтому стоит дождаться его выключения и лишь потом вынимать из сети. С этим феном вы сможете производить различные типы ремонтных работ кузова с такой легкостью, что будете удивлены тому, как вы жили до этого без такого инструмента. Стандартные габаритные лампы можно заменить на прекрасные светодиодные лампы с пультом управления. Дело в том, что цветовую гамму, которую будут выдавать лампы габаритного освещения, можно будет легко регулировать прямо из салона автомобиля, используя небольшой пульт управления. Вместо обычного освещения вы получаете сразу десяток оттенков, которыми ваш автомобиль будет выделяться из серой толпы однообразия. Перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с предложениями и выбрать нужный вам вариант набора. К продаже предлагаются различные наборы – одна или две лампы без пульта, отдельно пульт, две лампы с пультом и четыре лампы с пультом управления. Самый часто покупаемый набор – это, конечно же, две лампы с одним пультом. Лампы в этом случае часто устанавливаются вместо штатных ламп габаритных огней. Автомобильный тепловентилятор Перед вами очень интересный гаджет, способный работать и как автомобильный обогреватель для лобового стекла или салона и как мини-вентилятор для охлаждения воздуха и рассеивания тумана или дыма. Подключается устройство к 12-вольтному порту прикуривателя, поэтому особой мощности от него ожидать не приходится, но она в данном случае и не нужна. Для этого в автомобиле есть штатный обогреватель. А того, что мы получаем на выходе – всего 150 Вт, вполне достаточно, чтобы в считанные секунды нагреть воздух в салоне и предотвратить запотевание лобового стекла. Приборчик очень миниатюрный, по размерам сопоставим с настольным калькулятором 15 на 11 см. Благодаря круглому шарниру в кронштейне устройство может вращаться на 360 градусов, что позволяет направлять воздушные потоки целенаправленно и локально. Теперь вам нет нужды долго крутить в холостую двигатель, чтобы запустить штатный обогреватель и сделать микроклимат в салоне максимально комфортным. Электрический нож Предназначен для резки разнообразных полимерных материалов, используемых в качестве теплоизоляции, начиная с полистирольного пенопласта и потолочных плиток, и заканчивая стекловатой или губчатыми болотными любой плотности. Благодаря 20-сантиметровому лезвию, которая буквально за несколько секунд нагревается до 500 градусов, можно вырезать не только пазы, выемки и канавки в используемом полотне, но и детали нужной вам конфигурации – ленты, полосы, круги и т.д. Регулирование температуры нагрева в соответствии с материалом осуществляется посредством широкой клавиши на рукояти. Чем сильнее на нее нажать, тем выше будет температура. В комплекте с горячим ножом идет пара резаков – ключ для крепления лезвий, защитный кожух, вертикальная фреза и проволочная щетка для чистки резаков. Все это размещено в компактном пластиковом боксе, чтобы инструмент занимал минимум места и хранился в оптимальных условиях. Крышка на бензобак с замком В России говорят две беды – дураки и дороги. Я бы добавил третью – воровство. От всех бед не убережешься, конечно. Однако вот эта недорогая, но довольно надежная крышка-блокиратор для топливного бака вполне способна защитить ваш автомобиль от недобрых людей. Это могут быть как типичные автомобильные воришки, у которых ума хватает только на слив бензина, так и разные злопыхатели-недоброжелатели-вандалы, которым ничего не стоит подсыпать в топливный бак, сахару или чего похуже. Крышка с замком, полноповоротная, вентилируемая. Но в отличие от более дорогих моделей, в ней нет клапана для выравнивания давления в баке. На странице товара указано, что пробка предназначена для модельного ряда Toyota, однако ее типоразмер соответствует и Chevrolet, и горловинам баков нескольких других иномарок. К замку на крышке прилагаются два ключа. Липкая пленка под карбон Хотелось бы обратить внимание на эту глянцевую пленку из винила углеродного волокна с 3D-эффектом. Благодаря хромированной основе она становится не только универсальным элементом декора для некоторых интерьерных деталей в салоне вашего авто, но и отличной защитой для мобильных телефонов, ноутбуков и других гаджетов. Такой декор еще и мультифункционален за счет светоотражающей способности, особенно по отношению к ультрафиолетовым лучам и превосходных водоотталкивающих свойств. При этом пленка очень пластична благодаря применению технологии календрирования при ее производстве. Это значит, что таким полотном можно обработать практически любые поверхности – выпуклые, гофрированные, вогнутые, искривленные, комбинированные. Удалить ее можно в любое время, предварительно прогрев очищаемый участок. Парковочная табличка-фигурка Согласно опросу, проведенному среди автомобилистов центрального региона. Одна из самых раздражающих ситуаций – это когда выходишь из дома, чтобы отправиться по делам, а сделать это не можешь. Машина заблокирована, а на вражеском транспортном средстве по закону подлости не работает сигнализация. Кому свистеть, кого искать и что вообще делать? А между тем проблема решается предельно просто. Достаточно прикрепить скотчем к приборной панели хотя бы вот такую временную парковочную табличку. В нашем случае она выглядит как фигурка симпатичного песика, вокруг которого расположились светящиеся в темноте цифры. Каждая из них оснащена монолитным штырьком, который загоняется в специальный паз. Благодаря такой мобильности цифры можно расположить в любом порядке и сформировать свой номер телефона. Платформа, на которой сидит собачка, вращается на 360 градусов, так что ее будет легко развернуть в нужную вам сторону. При движении голова песика прикреплена к туловищу упругой пружиной, слегка покачивается. Мило, оригинально и практично. Замок педали газа против угона. Перед вами замечательный вариант противоугонного механического блокиратора любой педали управления. Гаджет выполнен в виде скобы стальной ковки с несколькими парами отверстий, в которые вставляется стержень замка. Подходит к большинству марок авто, как отечественного, так и зарубежного производства. Максимальный размер толщины педали – 1,4 см. Высота всей конструкции – 19 см. На мой взгляд, это более чем достойная альтернатива электронным системам безопасности антиугон. Говорят, невскрываемых замков не существует, однако этот замок, похоже, близок к тому, чтобы стать исключением. После замыкания личинка поворачивается, и высверливать сердцевину просто нет смысла. Перепиливать затворную шпильку крайне неудобно, получится только с болгаркой, но так шуметь ни один вор не рискнет. Зонт для автомобилиста Первое, чем привлек внимание этот зонт – это отличие от обычных зонтов в плане более высокого уровня качества, и прежде всего качества материала, который не только абсолютно непромокаем, но и остается совершенно сухим с внутренней стороны. В диаметре зонт довольно великий плюс к этому оснащен восьмью или десятью ребрами жесткости, которые сочетают в себе композиции из твердых и мягких материалов, в основном карбона, ABS пластика и металла. Металлические детали качественно окрашены, что само по себе означает надежное предотвращение коррозии. Пластиковые детали достаточно пластичны, чтобы обеспечивать необходимую гибкость при сильных порывах ветра. Зонт идет в комплекте с защитным чехлом, благодаря которому аксессуар будет лучше храниться и займет минимум места. Аварийное тепловое одеяло для выживания Такие одеяло из полупрозрачной фольги обычно используются службами спасения при чрезвычайных ситуациях. И это понятно, полотно способно отразить до 90% излучаемого человеческим организмом тепла. Размеров одеяла 210 на 130 см достаточно, чтобы укрыть даже двух человек. А предельно малый вес делает этот аксессуар особенно привлекательным для любителей путешествовать с семьей и поклонников пешего туризма, поскольку не вызывает абсолютно никаких сложностей при транспортировке и не займет лишнего места в рюкзаке. Отлично подойдет как для любителей активного отдыха, так и для автомобилистов, нередко оказывающихся в экстраординарных ситуациях. Одеяло воздухонепроницаемое, так что вполне пригодится и при сильном ветре. И что нужно иметь в виду, аксессуар весьма устойчив к проникновению радиосигналов, что может вызвать трудности при пользовании мобильной связью или интернетом. Катушка для шлангов высокого давления Понятно, что быстро смотать и размотать шланг можно с помощью специальной катушки. В нашем случае такая катушка оснащена прочным, но легким металлическим каркасом, который повышает ее эксплуатационные характеристики. В такой бобине очень удобно хранить шланг, если вы часто им пользуетесь. При этом элементы подачи воды находятся с противоположной стороны от ручки намотки шланга. Разумная конструкция. Кроме того, катушка оснащена специальным переходником под быстросъем. С внутренней стороны наматываемый шланг подсоединяется к переходнику при помощи резьбового соединения. Аксессуар удобен тем, что помогает предотвратить основную болезнь шлангов, скручивания и перехлесты. Спецодежда-фартук-сумка Автомобилист уже он интересен своей полезностью и удобством для компактного хранения подручных инструментов, особенно когда занимаешься ремонтом. Каждый инструмент можно положить в отдельный карман, которых на фартуке целых 9 штук, не считая четырех узких по бокам. Материал изготовления таких фартуков, как правило, не горюч, очень плотен и отличается превосходной устойчивостью к механическим и химическим повреждениям. Более того, аксессуар способен защитить ваши уязвимые органы как от колюще-режущих предметов, так и от искр и металлической стружки. Что касается распределения инструментов, то для них предусмотрено 5 больших карманов и 4 узких кармашка по центру. Они достаточно глубоки, чтобы хранить там отвертки и другой стержневой инструмент. На этом все друзья, все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!